Казахстан в этом году достиг рекордного уровня урожая за последние 10 лет, собрав 26,7 миллионов тонн зерна. Это на треть больше, чем в прошлом году. Но, несмотря на это, фермеры столкнулись с проблемами в связи с запретом России на ввоз казахстанского зерна и продуктов его переработки. Трудности с реализацией урожая испытывают и свекловоды. Километровая очередь возле Меркенского сахарного завода. Это местные свекловоды не могут сдать свой урожай. Грузовики стоят по несколько дней. В этом году аграрии Жамбылской области собрали около 640 тысяч тонн свеклы. Только заводы оказались не готовы. Нет мощностей для переработки такого количества продукции. Я тут уже шестой день. Завтра пойдет уже седьмой. И неизвестно, когда подойдет моя очередь. На предприятии не хватает производственной мощности. Оборудование ломается. Как оказалось, не могут сбыть свой урожай рисоводы. Рисоводы тоже вопрос поднимают. Порядка 560 тысяч тонн зерна риса собрано, рынок риса стоит. По рису что-нибудь можете сказать? Козлардинский аграрий спрашивает. Подобные ситуации в стране наблюдаются не впервые. Вице-премьер заверил, что все под контролем. Ситуация, когда где-то зерно гниет. Кто-то стоит в очередях на элеваторах. Кто-то стоит в очередях на сдачу сахарной свеклы. Всегда эти события происходят. Мы все эти вопросы решим. Мы на контакте находимся со всеми нашими партнерами. Как по экспорту, так и по проблемным вопросам. Хороший урожай зерна в текущем году привел к его переизбытку на рынке. Сейчас правительство решает проблему экспорта за рубеж. Отметим, что за 10 месяцев текущего года перевезено порядка 8 миллионов тонн зерновых грузов. Из них 6 миллионов тонн отправлен на экспорт. В перевозке зерна задействованы порядка 12 тысяч зерновозов и 16 тысяч крытых вагонов. Нам удалось за два месяца текущего года, сентябрь-октябрь, это уже новый урожай этого года, перевезти 2 миллиона 600 тысяч тонн зерна. Из них мы 2 миллиона 100 тысяч отгрузили на экспорт. Это, в первую очередь, наши традиционные рынки страны Центральной Азии. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос по оказанию помощи нашим экспортерам на новые рынки. Это Северная Африка, европейские рынки. Мы планируем порядка туда отгрузить около миллиона-полтора миллиона тонн в направлении Северной Африки и Европы. Иными словами, можно собрать хороший урожай и другое дело выгоды его реализовать. Если в прошлом году мы получили где-то в районе 12 центнеров в среднем по стране, цена была 55 тысяч за пятый класс. В основном было пятым классом, была внеклассная пшеница. Сейчас у нас цена 45-50 за третий класс. То есть на 20-30% мы больше получили урожая, 30-40%. На 20% по сути мы упали по цене. Соответственно, этот год лучше, чем прошлый, буквально на 10%. Этот год не менее сложнее. Не менее сложнее, потому что плюс ко всему у нас теперь нужно еще и огромный объем произведенной пшеницы вытолкать за границу. По мнению депутатов, ажиотаж по реализации урожая сформировал, что нужно сейчас выплачивать по обязательствам перед финансирующей страной. 119 фермеров задолжали более 5 миллиардов тенге. Кредиты им выдавали за счет бюджетных займов. При этом массовой пролонгации кредитов для фермеров не планируется, добавил министр сельского хозяйства. По второму вопросу, субсидирование, да, 453 миллиарда в утвержденном бюджете было. Это мы говорим дополнительно. Почему? Мы дополнительно заявили на дополнительную сумму. В этом году увеличено было два раза внесение минеральных удобрений по другим направлениям. В основном финансируемое, вы знаете, идет, уходит 50% на финансовые инструменты. Это процентная ставка банков, финансовых институтов. Поэтому с этого года мы начали хорошую программу, 5-5% по чистую, без субсидии. Одной из мер поддержки станет также государственная закупка зерна, на которую уже выделено 10 миллиардов тенге. А в будущем сумма увеличится до 75 миллиардов. Прямой закуп пшеницы, он не осуществлялся уже долгие годы. Последний раз это было, если не ошибаюсь, в 2011 году. Мы в этом году его возобновляем. Команду мы дали закупать у малых и микропредприятий. В первую очередь, такой объем зерна на традиционной рынке не продашь. Мы это понимаем. Новые рынки, мы уже их обговорили. Продкорпорация начала работать по зонтичной схеме. Уже на 20 миллионов экспортных контрактов заключено. Механизм прямой закупки, по его словам, подтолкнет рынок. Отмечу, что за два месяца реализовали больше 2 миллионов тонн зерна. Необходимо продать еще 12 миллионов тонн.